Здравствуйте! Началок с телевидения «Диалог о православии». О вечности, о спасении наших душ мы говорим со священником Русской Православной Церкви, благочином в монастыре Блашинской епархии, настоятелем Николы Берликовского монастыря, Игуменом Евмении. Отец Евмении, с праздником вас! С праздником! 15 февраля Православная Церковь смечает Великий Праздник, Сретение Господне. Вот предлагаю сегодня посвятить нашу передачу этой теме. И начнем со слов Святого Евангелия, Евангелия от Луки, глава 2 стихи, с 22 по 40. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов-голубинах. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицам всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились, сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матерь его, «Сележит сей нападение и навосстание многих в Израиле, и в предмет пререканий и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Итак, что происходит? Здесь происходит событие, которое следует за рождением Христа, которое было предречено многими пророками еще за тысячи лет до этого события, что Мессия, Спаситель мира, который был предречен Господом и которого ожидал весь Израиль все время существования своего, начиная с Моисея и пророка. Этот Мессия наконец-то пришел и показал себя миру, еще будучи младенцем. Показал через то, что Симеон праведный, благочестивый, ожидающий утехи Израилевы. Он уже был старец и, можно сказать, едва ходил из-за старости, но тем не менее он пришел в храм встретить Господа от лица всего человечества, и это, конечно же, было такое оглашение пред всем Иерусалимом и всем народом израильским, что Мессия, Христос, Спаситель мира, предреченный пророками, явился таки, наконец, израильскому народу для спасения его. Это событие ожидаемо было многими поколениями людей израильских, которые ради этого, можно сказать, и существовали, и строили государство израильское, и соблюдали заповеди Божии из поколения в поколение, ожидая совершения вот этой удивительной тайны Божьей над родом человеческим. Это происходит на сороковой день, то есть после рождения Спасителя? Да, на сороковой день, исполняя законы Господа, прописанные в Пятикнижии Моисея, Пресвятая Богородица с Иосифовым Бручником принесли Бога Младенца в храм для того, чтобы его представить пред лицем Божиим, как это сказано в законе Моисеевым, и что принести за Матерь Божию, за роженицу, принести полагающуюся жертву о грехах, то есть на две голубицы. Это, собственно, всё и совершилось в этот день, и через это как раз и открылся Господь всему Иерусалиму, а через него всему Израилю. Да, сейчас будем всё разбирать подробно, и что такое представить пред Господом, и зачем нужно было какая-то жертва приноситься. Вернёмся немножко раньше. То есть они вообще жили в Назарите, потом, как мы знаем, уже неоднократно говорили в передаче, они пошли на перепись в Вифлеем, и там Господь родился. Здесь они ещё не возвращались в Назарит, то есть они из Вифлеем, получается, пришли. Да, они из Вифлеема уже, так сказать, напрямую пришли в Иерусалим, и оттуда уже пошли в Назарит, но через Египет. Здесь автор, то есть апостол, это умалчивает об этом периоде жизни, потому что там ещё, мы помним, и были Иродовы, так сказать, деяния, когда он убил 14 тысяч младенцев, и чтобы избежать избиения этого младенческого, они из Иерусалима пошли сначала в Египет, спрятались там от Ирода, и когда уже Ирод умер, тогда вернулись в Назарит. А почему именно в Иерусалим шли? Это столица была, да? Что это за город был? Ну, это столица была израильского государства, конечно же, и это единственный во всём мире город, в котором был Божий храм истинного Бога, который построили царь Давид, его сын Соломон, потом уже который был разрушен на Ухтоносром, и в дальнейшем его восстановили более поздние поколения, во главе с Неемией и прочими князьями израильскими. То есть мы здесь видим, что это уже второй храм, восстановленный. И он был в Иерусалиме, сейчас это место называется Старый город Иерусалим, он разросся, и есть новый молодой город, построенный, так сказать, в последующие времена. А вот тот старый город, который внутри старых стен Иерусалима, внутри него находится гора моря, на которой, собственно, и стоял этот храм. Сейчас там стоит мечеть, купол над скалой, мусульманская мечеть, прямо на этом месте. Но мы слышали об этом месте, также ещё вспоминая стену плача еврейскую, которая была подпорной стеной этой площадки, на которой, собственно, размещался сам храм Соломона. Иерусалим – это город, расположенный на нескольких горах. То есть это вот гора моря, от которой мы говорили. Вторая – напротив неё Елеон, гора Елеон, с которой Господь взирал на Иерусалим и оплакивал его, что он его не узнал во время пришествия. Между ними Кедронское ущелье, по которому протекал поток Кедронский. И рядышком, соответственно, гора Сион, на которой было жилище верующих христиан, где, собственно, произошла тайная вечеря, куда с апостолами Господь пришёл в Сионскую горницу. Об этом мы тоже часто слышим, но не знаем, почему она Сионская. Потому что на горе Сион было жилище того человека, к которому пришёл Господь, чтобы первый раз причастить апостолов. – Вот этот храм, он отличался от тех, что сейчас есть? – Сейчас от него тоже ничего не осталось, от храма, в котором Господь сам молился и где он изгонял всяких продающих и покупающих, и миновщиков. Опять же, как в Евангелии об этом читаем мы. От этого храма ничего не осталось, потому что в 67-м году от Рождества Христова пришёл Тит, военачальник Римской империи. Израильтяне взбунтовались против Римской империи, стали возмущаться, подняли бунт и перестали подчиняться римскому кесарю. Пришёл Тит, окружив Иерусалим, завоевал его и разрушил всё, не оставив камня на камне, в том числе и храм. Храм этот тоже был уничтожен, и с тех пор, вот эти две тысячи лет, так храма этого и не удалось восстановить. Хотя были несколько попыток, но Господь не попустил этому совершиться. И по таким пророчествам, когда будет восстановлен уже третий храм в Иерусалиме, то в нём восядет уже Антихрист. Это мы тоже знаем из Апокалипсиса и из прочих пророчеств о конце света. То есть это место сейчас занимает, как я уже сказал, мечеть, поэтому там и невозможно ничего сейчас строить, потому что это будет конфликт между евреями и мусульманами. Никто этого, конечно, не позволит. Это будет война просто, мировая война. А вот устроение Иерусалимского храма, оно было несколько другим, чем вот сейчас в нашей храме? То есть мы знаем, что одна из основных ролей, которая играет церковь, чтобы там тело и кровь Христа, то есть люди приходят, причащаются. Это основное, наверное, действие. Ну, после того, как Господь совершил тайную вечию, и хлеб и вино приложилось в тело и кровь Христову, и причастились апостолы с тех пор, вот на литургии это таинство совершается уже в течение двух тысяч лет в каждом храме христианском. Но ветхозаветный храм, он был похож на новозаветные храмы, потому что в нем тоже был алтарь, святая святых. Там тоже было место для молящихся, то есть трапезная часть храма, как мы ее называем. И здесь тоже в храме Соломона была такая же часть. И также был жертвенник. Но жертвы приносились не бескровные, как сейчас. То есть мы знаем сейчас просфоры, да, используются тогда, а приносили жертвы в виде, ну, здесь мы читаем о горлицах, о голубях, а также и агнцы приносили, то есть ягнят, телят, овец и прочее. Чем богаче человек, ну, и, конечно же, чем больше грех у человека, чем больше его обличала совесть, тем больше он приносил каких-то жертв Господу. И эти жертвы, они имели различные, так сказать, названия, там, всесожжение или другие какие-то. То есть всесожжение – это все тело убитого животного, оно сжигалось. Ну, кроме каких-то вот частей тела, нечистых, значит. А были, когда часть животного отдавалась там священникам для употребления в пищу, а часть, то есть это жир там и еще какие-то особо ценные части тела, они приносились богу в жертву. Ну, а вот все там внутренности, различные конечности и прочее, они выбрасывались из Иерусалима как раз вот в этот ущелье Кедрон, и там их сжигали уже остатки этого всего. И, естественно, представляете, при жарком лете, например, то когда это каждый день туда выносят остатки животных, то это смрад, это зловоние, это дым, это огонь. И поэтому это место называлось Гиенна Огненная. То есть и с нее пошло как раз название адской Гиенны Огненной, потому что там тоже смрад, огонь, дым и прочие, вот, так сказать, составляющие, которые здесь мы видим вживую в ветхозаветной истории, да, то сейчас это аду приписывается. Как мы видим, одно из действий, которое совершалось в Иерусалимской храме, это Господу младенцев приносили, чтобы представить. А что значит представить? То есть до этого дня, что Господь их не видит? По закону Моисееву, младенцы, которые рождались первыми, они должны были быть отданы служению Богу, то есть работать Господи, да, но если сейчас, то это священники, монахи, алтарники, и также в те времена ветхозаветные тоже были священники, но и были прислужники, левиты так называемые, которые, как бы, вот сейчас алтарниками их можно было назвать, те, которые прислуживали в храме. Вот это было по закону положено. Это закон Моисеев, когда народ израильский выходил из Египта, мы помним, что были казни египетские, что Господь наказал всех египтян за то, что они препятствовали его воле и не отпускали народ израильский из Египта. Он в одну ночь послал ангела, который убил всех перворожденных, начиная от фараона и кончая последним бедняком, египтянином. То есть все перворожденные дети мужского пола были убиты ангелом. И только среди израильского народа, среди евреев ангел никого не тронул. Вот в память об этом событии и было положено вот такое вот послушание, такой закон. Ну а в дальнейшем заменили такое служение из всех колен, кроме левицкого колена, заменили выплатой сиклей, пять сиклей. Выплачиваемая такая цена за каждого перворожденного мужеского пола. То есть в дальнейшем это упростили, и аароновые наследники, и наследники левия, они стали служителями храма Божия. Остальные все остались в миру. Священник в храме возносил на руках, пред святая святых, пред алтарем ребенка, и возглашал молитвы о нем. Сейчас это тоже у нас присутствует тот же обряд во время крещения, когда мальчиков во время крещения священника вносит в алтарь, и там читают определенные молитвы, и там прикладывают младенчиков и к иконочке на горнем месте, и обносит ребенка вокруг престола Божия, святая святых в алтаре. То есть это и сейчас присутствует. То есть мы, в общем-то, часто повторяем ветхозаветные заповеди, но перекладывая их на новозаветный лад. Почему именно на сороковой день? Есть в этом какой-то смысл? Опять же, по закону Моисеева, всякая жена, которая родит ребенка мужского пола, она семь дней является нечистой, то есть она очищается естественным образом, и потом 33 дня она еще должна находиться в доме и не ходить в храм, и только на сороковой день она может прийти в храм, чтобы за свой грех дать Господу ту жертву, о которой мы говорили. Если богатая, то, значит, ягненка, если бедная, то, значит, вот двухгорлиц. Мы видим, что Богородица, она относилась ко второй части, то есть она из бедного сословия была, и на ягненку у нее не хватило средств, поэтому она принесла двухгорлиц в жертву. Поэтому вот 33,7 – это сорок дней, и этот закон Матерь Божия исполнила так же. Хотя и была безгрешна, то есть зачатие было непорочное, поэтому не было греха в этом зачатии, но чтобы не было никаких нареканий со стороны народа израильского, со стороны первосвященников, чтобы не сказали, что она не исполняет заповеди Божии ветхозаветные, она это все тоже исполнила. – Да, причем по зрительному закону, когда женщина рождает мужской пол, получается 7 дней на чистый, а когда женский вдвое больше, 14 дней. – Ну да, это, конечно же, опять же, мы помним, что Адам был сотворен Господом из персти земной, из микроэлементов земного, из пыли земной. А Ева была сотворена уже из ребра Адамова, и в дальнейшем Ева послужила таким орудием, как искушение от дьявола для Адама. Поэтому здесь мы видим, что для девочек две недели очищения при рождении девочки. При рождении наследника Адама, то есть мужского пола младенца, там 7 дней очищения. То есть это вот в память о событии, произошедшем в раю при искушении Адама и Евы от сатаны. – Приходит святой семейство с Господом, и их встречает святой Симеон. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. – Ну, в самом тексте мы видим его описание как праведника благочестивого, которого описывают в Евангелии как человека чающего, то есть ждущего пришествия Мессии, Спасителя. И мы видим, что он как раз этого и дождался. То есть он ждал этого всю жизнь. Но если брать предание церковное, то там больше информации о нем раскрыто, что это был один из священников Ветхозаветной Церкви, который был призван к переводу Пятикнижия Моисея для того, чтобы все могли прочесть Пятикнижия Моисея, не только евреи, но и другие народы. Поэтому был перевод на языки римский, греческий. И это все совершили 70 человек. Из всего народа израильского были выбраны самые достойные, самые начитанные и духоносные, в том числе в эти 70 человек попал и Семен Богоприимец. И предание нам повествует момент, когда он, переводя пророчество Исаии, пророка, усомнился в словах «Все дева в очереве приимет и родит сына». Ему подумалось, как дева может родить, если она еще дева. Поэтому он решил вычеркнуть это слово, то есть подчистить и записать вместо девы жена. И в этот момент ангел остановил его руку и сказал, что ты увидишь сбытие этих слов, оставь все здесь, как написано, и ты не сможешь умереть, пока не увидишь сбывшегося этого пророчества Исаии пророка. И с тех пор Семен Богоприимец жил в течение многих десятилетий и ожидал вот этого совершения, того, что ему ангел предуказал. Конечно же, жил он очень долго, около 360 лет ему было при его кончтине, и это тяжело так долго жить, хотя многие считают, что жить бы вечно, но, конечно же, жизнь уже в старческом возрасте она полна тягот и немощей, и болезней, и прочего. Кроме того, еще, конечно же, наполнена, если человек верующий, то она наполнена желанием соединиться с Господом. Тем более, что Семен Богоприимец это уже знал точно и ясно, что то пророчество о пришествии Мессии, Спасителя, Христа, оно совершится на его жизни, и он каждое утро, каждый вечер засыпал святые мысли утром, что, может быть, этим днем он встретит, наконец, Господа, а вечером, что, ну, вот еще день прошел, но он не умрет, пока не увидит. То есть утро с таким оптимизмом, вечер с надеждой на следующий день. То есть это тяжело. Как он все-таки не засомневался за столько лет, жить, жить и не встретить? Потому что, ну, у нас бывают какие-то, наверное, события в нашей жизни, а потом проходит время, мы думаем, а было ли оно, может, оно нам показало все это, может быть, что-то еще. Ну, мы, конечно же, немощные в вере, хотя тоже и верующие, но здесь показывается как раз вот в этом длительном ожидании семейного благоприимца, Христа, Спасителя, показывается сила его веры и упования на Бога, и терпения, конечно же. Кроме того, здесь показывается его благочестие и праведность, потому что Господь абы кому не открылся бы и не дал бы такого вот величайшего дара встречи с ним. Мы видим, что Господь заранее предизбирает тех людей, которые участвуют в его жизни, будь то Пресвятая Богородица, то есть это больше пяти тысяч лет прошло, прежде чем родилась Матерь Божия, от которой Господь мог вочеловечиться. Это Иоанн Креститель, это величайший из таких подвижников благочестия Ветхозаветной Церкви, который был пустынником, отшельником, как сейчас бы назвали его монахом, жившим в пустыне в строгом затворе, апостолы, которых Господь также предизбрал. Также Семен Богоприимец, которого Господь избрал из всего рода человеческого для его встречи в храме и из священнического рода, он же там было много священников, но из всех священников был именно он предизбран. Также, как Иосифа Обручника, Господь избрал в качестве помощника Матери Божией, помогал всю жизнь свое Пресвятой Богородице, Господу, и бегство в Египет без него было бы невозможно, он это все устраивал, и ухаживание за святым семейством, это же все легло на его плечи. То есть мы видим таких избранников, которых Господь заранее предуготовлял в своем пути, которые ему служили своей жизнью, как и Анна Пророчица. Мы когда читаем Евангелие, мы читаем, как святое семейство пришло в храм, что его встретили, вот Семен, дальше мы дойдем к Пророчице Анне, и нам представляется, что храм такой пустой. Здесь, я думаю, все-таки в храме были люди. Он же единственный был храм, представляете, сколько там было тысячи людей. Да, конечно же, каждый день туда приходили, уходили люди, и, наверное, не единственный был ребенок, который принесли представить пред Господом новорожденный. И, конечно же, это показывает только одно, что среди этой толпы людей встретил Господа только Семен и Анна, и они только узнали его. Как и среди толпы людей, которые крестилась на Иордане от Иоанна Крестителя, только он, Иоанн Креститель, узнал Господа. И он им всем сказал, «Се огнец Божий гряды взять грехи мира на себя». То есть это везде мы видим. Причем, если братья Иоанна Претеча, то он узнал Господа еще даже в утробе своей мамы Елизаветы, когда, будучи еще в утробе матери, когда пришла Пресвятая Богородица, то взыграл младенец во чреве Елизаветы. Возрадовался Иоанн Претеча, будучи в утробе, встретив Господа, который тоже был еще в утробе Пресвятой Богородицы. То есть вот эти моменты, связанные с откровением Божиим, что Господь есть Сын Божий, Спаситель мира, мы видим, что они не всем даны. Как и Вифлеем, пришли всего лишь пастухи и трое волхвов. Это тоже говорит о чем? О том, что и тогда ведь было огромное количество людей в Вифлееме, пришедших на перепись, но прийти, встретить и поклониться Богомладенцу были всего лишь избранны, и в этих людях Дух Божий почивает по их жизни, по их делам, по их вере, по их внутреннему устроению. Не каждому это дано. Здесь в этом моменте Евангелия, наверняка был храм не пустой, наверняка там было много народу, но это все прошло незамеченным для всех, кроме Симеона и Анны Пророчицы. Мы знаем, что все происходит по воле Божьей. Зачем нужно было вот это вот сретение и обещано Симеону? Безусловно, все по воле Божьей происходит, как и это сретение Господь также сотворил, для того, чтобы через Симеона, богоприимца, услышали все священники в храме находившиеся, все верующие, которые стояли в храме, которые потом это разнесли, все в виде слухов по всему Израилю. И, конечно же, мы здесь понимаем, что Господь здесь выполняет человеческую часть своей жизни. То есть Он мог бы сокрытым остаться, но, будучи человеком, Он входит в общество человеков для общения с людьми, для того, чтобы люди через общение с Ним, через откровения, через вот эти чудеса, происходящие вокруг Него, люди также стали верующими и последовали за Ним в Царство Небесное, потому что без открытия этого Царства Небесного, кто в Него войдет? Только Господь, спустившийся с Небес, знает дорогу на небо. Все мы земнородные, мы не знаем дороги на небо, и нам нужен проводник. Для этого Господь пришел, чтобы встретиться с человечеством и позвать его за собой. И мы видим, что это событие напоминает, наверное, и до этого события на восьмой день обрезания. В принципе, Господу это не нужно все было. Но Он пришел, как заповедовал, Он сам дал этот закон, и сам же пришел его исполнить. То есть обрезание здесь нужно было представить. Мы же понимаем, что если Господь сам законы эти вложил в душу Моисея и прочих пророков и творцов законов, пяти книжей Моисея, там много писали Тору людей, мы понимаем, что если Господь это все даровал, то Он, конечно же, сам не будет нарушать эти запады. Он в дальнейшем и говорил в Евангелии, что я пришел не нарушить закон, а исполнить его. Для чего исполнить? Для того, чтобы показать, что он истинен закон, но что также по этому истинному закону всякий человек погибает духовно, если грешит. И избежать греха не может никто, не верующий во Христа. Для этого и нужен Спаситель. То есть мы видим, что все пророки до Христа, жившие, шли во ад, никто не спасался, кроме двух не прошедших через смерть. Это Илья пророк и Инох праведный, которые Господь живыми забрал на небо. А все остальные, кто проходил через смерть, они все шли в ад и там уже ожидали пришествия Христова. Для этого Господь и пришел, чтобы исполнить все законы, чтобы не было возможности его в чем-то укорить от первосвященников, книжников и фарисеев, чтобы показать истинность этих законов, что они действительно в этом мире существуют, и они действуют, они работают, эти законы. Ну и также, чтобы показать возможность из-под этих законов выйти с помощью милосердия Божия и покаяния человеческого. Ну и показать нам важность послушания. Ведь как быть на самом деле грех состоял наш в том, первых людей, то, что они послушались Бога, то есть они в прислушании оказались. А здесь Господь показывает важность послушания. То есть, получается, наше прислушание таким образом ликвидирует проклятие. Ну, фактически, да. Здесь, если мы через Адама, которого Господь сотворил из земли, и согрешившего, мы получили по наследству грех и смерть, то есть через ветхого Адама мы умираем, то через нового Адама, родившегося, Христа Господа нашего, мы через нового Адама получаем жизнь. И если там телесно и духовно ветхозаветный Адам согрешал и таким образом всех нас к этому же, так сказать, привел, то есть мы, как его наследники, тоже погибаем, то здесь Господь, пришедший в человеческом естестве, Он, совершая все законы для человеческого естества, Он таким образом очищает от грехов ветхозаветного Адама человеческое естество и дает ему возможность стяжать благодать и нам дает возможность стать сестрами, братьями Бога, то есть обожиться, то есть мы сами через веру во Христа, через Его таинство становимся богами. И возможность появляется у нас жить в Царстве Небесном. Но для этого Он и пришел, чтобы наше естество спасти, очистить, поэтому Он и совершал все эти законы. Ну и кроме того, эти законы, получилось, Он заменил новыми, то есть раньше было физическое обрезание, теперь у нас обрезание духовное получается. Ну, действительно, ведь смысл обрезания, если, так сказать, с духовной точки зрения смотреть, это отказ от плотской жизни, отказ от тех услождений, тех животных страстей, которые в человеке также присутствуют. И если мы от них отказываемся в духовном смысле, то, конечно же, это есть тоже обрезание, то есть мы как бы отрезаем себя от мира, от всех Его греховных страстей и пороков. И таким образом, этим обрезанием связи с этим греховным миром становимся Бога угодными и братьями, и сестрами Господа. Дальше Он говорит, да, в такие пророческие дивные слова, да, «Ныне отпускаешь раба Твоя, владыка, послов Твоему с миром, ибо видели, отче Мои спасение Твое, которого Ты уготовил при лицом всех народов». И такая очень важная молитва, она читается ежедневно, да, на вечернем богослужении. Да, это, с одной стороны, пророчество, с другой стороны, благодарность, подытоживание своей жизни, да, Семен Богоприемец говорит, что «Ныне отпущаешь меня, Господи, потому что я видел совершенное, то, что мне еще ангел тогда предсказал, и значит, я уже могу отойти из этого мира, потому что я совершил все, что мне было возложено Тобой, через ангела в этом мире сделать». То есть благодарность даже такая в этих словах. Благодарность, радость того, что он уходит из этого мира, потому что, повторюсь, даже в этих словах видно, что он тяготился этим миром, Семен Богоприемец, и этим бренным телом старческим, и теми нападками, которые, безусловно, на него тоже происходили, от бесов, от каких-то людей и прочего, так сказать, здесь устроения греховного этого мира. И, конечно же, он желал соединиться с Господом, тем более, когда взял его на руки и увидел, что это возможно человеку соединиться с Богом. И после этого, конечно же, в радости он воскликнул, что «Ныне отпущаешь меня из этого мира». В общем, удивительно, наверное, если чувством, да, испытывал. То есть мы видим даже, помните, кровотачивая женщина, когда притронулась к кризе, она уже исцелилась, а когда он вообще Господь держал на руках, что он чувствовал? Мы не можем этого даже сказать, потому что мы видим только картинку внешнюю. А что происходило в его душе в этот момент, мы не можем сказать, потому что есть такие слова, что и ангелы, не взирая на лице Божие, из страха пред Богом. А здесь человек не то, что взирает на лице Божие, а он держит в руках самого Бога. Это и для ангелов было чудо. Я думаю, в этот момент также восхваляли Господа-ангелы, как и в Вифлееме, слава Вышних, Бога на земле мир, в человеческом благоволении. Я думаю, здесь невидимым образом то же самое происходило в ангельском мире, потому что с момента рождения в человечине Господа здесь, в этом земном мире, ангелы не переставали удивляться происходившему. Для них это тоже было откровение, это тоже впервые происходило. Если до этого ангелы знали большую часть того, как мир Господь сотворил, как люди жили, то в дальнейшем, когда они увидели деяния Божие по спасению рода человеческого, они были изумлены. Также и Семен, богоприимец, вместе с ангелами изумлялся происходящему вот в этот момент. Естественно, это все был промысел Божий, который Господь воплощал. Долго еще прожил святой Симеон? Недолго, потому что буквально после того, как произошло вот это вот воцерковление, как сейчас мы называем, или встреча, воцерковление младенца в храме, а здесь праздник Сретения Господня. После этого святое семейство по откровению от ангела Иосифу Обручнику, значит, они удалились в Египет, а в Вифлеем и в округе пришли войска от Ирода и убили 14 тысяч младенцев, косточки которых сейчас лежат рядом с храмом Вифлеемским, где Господь родился. Там есть пещера, большая пещера, и паломники могут туда спуститься и увидеть эти косточки маленьких младенчиков, в том числе и больших. Скорее всего, это родители были убиты там же, то есть там и крупные косточки лежат, и маленькие косточки лежат. И это все произошло буквально через несколько дней, и поэтому Симеон Богоприимец отошел ко Господу вместе с этими убиенными, ни в чем не поминанными детьми. Почему? Потому что его также спрашивали, куда спрятались, святое семейство с Богом младенцем. Как спрашивали Захарию о его сыне Иоанна Претеча, которого тоже хотели убить, пришли в Иерусалим воины и убили Захарию между жертвенником и алтарем. А он тоже служил в этом же храме в Иерусалимском? Он также, один храм всего на всей планете Земля, всего один храм, где происходила служба Богу, так как Захарий был тоже священником, священником, как и Симеон Богоприимец священником. Их всех убили. То есть они там, в общем-то, и даже, наверное, дружили какие-то образцы. Но они знали, безусловно, друг друга, и это безусловно, потому что там не так много было священнического чина. И их убили, я думаю, в один и тот же день, что Захарию, что Симеона. Дальше мы слышим слова святого Симеона, обращенные к Пресвятой Богородице, указывая на младенца, божественного гостей, нападение на восстание многих в Израиле, предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу. Тогда откроется помышление многих сердец. Нужно представить, какие чувства, наверное, испытала Пресвятая Богородица. Вроде положено радоваться, а тут тебе такое пророчество. Мы помним, что Матерь Божья, она была достаточно еще молодая дева. И, конечно же, для нее все, что происходило, если ангелы удивлялись этому, то для нее это было просто изумление, я думаю, ежедневное изумление. Каждое слово, каждое чудо, каждые какие-то пророческие слова, как написано, она складывала себя в сердце о своем сыне. И это все, конечно же, для нее было сначала изумительным, а потом это, конечно же, и, так сказать, тревожило ее, потому что эти слова, что оружием пройдет сердце, твое сердце, так как ты узнаешь многие помыслы людские. Мы знаем, что в дальнейшем много было гонений на Христа, и клеветы, и, в конце концов, его распяли на кресте, и Матерь Божья стояла у креста, и, конечно же, для материнского сердца это было мучение страшнейшее, чем, наверное, чем ее саму бы убивали. То есть это боль, которая невыносимая, тем более для любящего материнского сердца и для верующего сердца всякого человека, на глазах у которого его предмет поклонения Господа убивают. Конечно же, это невыносимо. Есть место в храме гроба Господня, где Матерь Божья стояла, взирала на Голгофу, это место отмечено особой часовинкой, где она упала в обморок в момент того, как распинали Христа, и это ужасно. Было непредставимо для нее, я думаю, в том возрасте, тем более, что будет ждать ее впереди. Впереди, повторюсь, ее ждал путь в Египет, бегство от Ирода, уже попытки убить ее сына, сына Божия Христа, уже в младенческом возрасте. От Ирода она понимала, что большая часть мира ополчилась против них. И, естественно, это придало ей внутренние страдания и боли, которые она внесла в течение всей своей жизни. Но и в дальнейшем, когда Господь воскрес, не переставали и ее гнать, иудеи, потому что, если они Лазаря Четверодневного хотели убить, просто за то, что Господь его воскресил, и само присутствие живого Лазаря, оно было молчаливой проповедью чудес Христовых. И поэтому его тоже они договорились убить, а уж Богородицу они точно так же хотели убить. И даже мы помним, что на Успении Матери Божией, когда ее тело на носилках переносились с Сионской горы к подножию горы Елеонской, где находилась семейная усыпальница Богородицы, где были похоронены ее родители Яким и Анна. И сейчас они там, также по Чаваддеи, Иосиф Обручник похоронен. Там же был гроб и Престой Богородицы. Вот когда несли по улицам Иерусалима носилки с телом Престой Богородицы, и тогда иудеи, первосвященники пытались этому препятствовать. И только чудо Божие, которое ослепило всех воинов и всех, кто сопротивлялся, воспрепятствовало тому, чтобы они как-то осквернили это шествие и не дали ему дойти до своей, так сказать, цели. То есть вот это даже в смерти Богородицы были гонения, а уж тем более при жизни. Как толковать словами? Сей нападение и навосстание многих в Израиле предмет пререканий. Сей, то есть это сам Господь, Богомладенец, Симеон Богопременец о нем, когда он лежал о нем на руках, о нем говорил на восстание и нападение. Восстание – это те, кто верует во Христа, они восстают из тления, внетления, они восстают из неверия в веру и в жизнь вечную восстают. А нападение – это те, кто отрекается от Христа, те, кто не верует в Него, те, кто еще и гонит Его в дальнейшем. Видимо, таких людей в Евангелии это все прописано. И они падают, они отрекаются от Бога живого, они отрекаются от вечной жизни. И это падение даже не в смысле земном, это падение в ад. Приткнуться о фигуру Христа, и те, кто не будут веровать в Него, те пойдут в ад. Нам кажется, таким торжественным, печальным пророчеством Святого Симеона можно закончить, наверное, этот отрывок. Все священное действие закончилось, все свершилось. Но здесь промыслом Божьим вводится еще одно действующее лицо, пророчица Анна. Кто она такая, что она попала на страницы Святого Евангелия? Праведница, которая, как в Евангелии мы читаем, служила Господу постом и молитвой до 84 лет. То есть она всего 7 лет в своей жизни была замужем, потом Господь мужа у нее забрал, и она, будучи верной мужу, уже не стала выходить замуж второй раз, а ушла в храм Соломона, стала служить Богу постом и молитвой, ну и каким-то там, может быть, не знаю, полы мыла, там убиралась, еще что-то делала при храме. Как сейчас много в храмах мы видим таких же бабушек, которые также трудятся Господу по мере своих сил. там подсвечников что-то делают, очищают что-то, то есть они следуют по стопам Анны Пророчицы. Сама она, черь Фануилева, то есть Фануил, это ее отец был, из колена Осирова. Осир, это был один из сыновей Якова, у него было 12 сыновей, и достаточно богатый было колено Осирова, у него кусочек земли был на берегу Средиземного моря, рядом с землями Заулона Нефалима, еще двоих сыновей Якова. Он Осирова колена и Фануил, скорее всего, единственный, кто вернулся из плена Вавилонского, потому что мы знаем из истории народа израильского, что после пленения Вавилонского, 70 лет, весь народ израильский был в плену. Не все вернулись из плена для жизни в Палестину, и Осирова колена она тоже не вернулась. Но Фануил в лице, наверное, его предков они вот вернулись и, соответственно, удивительным образом трудились Господу. И Анна Пророчица послужила тому, что она от лица всей женской части человечества встретила Господа. То есть, как Семен Богоременец был как от лица мужской части встречающий Господа. Ветхие, они ветхие, уже пожилые. Да, уже старцы. Так, Анна Пророчица, она вот от женщин. Вот они ветхие, да, а здесь вот молодые, молодая, Пестая Богородица, младенец Господь, то есть, они тут смена такая, завет ветхого. Ну, действительно, так, это и есть встреча ветхого и нового завета. То есть, как Господь говорил, когда причащал апостолов, даю вам завет новый. и так вот здесь мы видим, что Иоанн Претечий, он из ветхого завета, Семен Богоременец из ветхого завета, Анна Пророчица из ветхого завета, а апостолы, Богородица, они уже из нового завета. И вот здесь вот эта вот черта, на которой ветхий завет заканчивается, а новый завет начинается. Большинство людей не хотят, ну, думать о смерти. Такой вопрос, как бы не касается как будто людей, а здесь мы видим, как вот радостно и святой Симеон встречает, да, вот даже молит, просит Господа встретиться с ним, да, отрешиться. И мы, да, каждый день, наверное, ну, на службах, да, молим, чтобы христианскую кончину живота нашего, безболизм, непостыдную, мирную Господь нам дал. Вот как нам такой кончина удостоится с миром? Это же нужно, наверное, какие-то особые усилия прилагать, не просто же так. Ну, здесь единственной, так сказать, подсказкой является то, что, как вот Симен Богоременец, почему он спокойно взирал на смерть и даже желал смерти? Потому что он жил с Богом, то есть Дух Святой в нем жил. И если мы стяжаем благодать Духа Святого, то и мы также спокойно будем относиться к смерти, потому что если я с Богом, то кто против меня, да, это же Александр Невский сказал. Поэтому мы всей своей жизнью должны стяжать благодать Духа Святого и приходить к тому, что в Душе нашей должны быть ценности не мирские, плотские, которые у нас будут отниматься во время смерти. И тем самым могут принести нам страдания, скорбь и боль, когда мы увидим все, что мы здесь собирали, все здесь остается, а я ухожу из этого мира, даже тело мое и то у меня отнимается. Наоборот, если мы стяжаем духовные ценности в своей Душе, то эти духовные ценности у нас как раз во время смерти не отнимутся. Они будут более яркими и сильными. Ну и, конечно же, здесь вопрос о том, чтобы наша совесть, тот судья, который беззубый, но может загрызть до смерти, вот этот наш внутренний судья был тих и молчалив во время нашей смерти, то есть чтобы совесть нас не обличала в наших грехах. А для этого надо исповедоваться, жить благочестивой, праведной жизнью, как жил Семен Богоприимец. С миром, да? Он говорит, ну, пускай же с миром. Да, с миром. Почему? Потому что у него мир был и с Богом, так как Бог в нем жил, и мир был со своей совестью, то есть он совершенно был спокоен, что здесь он ничего предосудительного не сделал, и значит он может встретиться с Богом уже в вечности и жить с ним. Ну и, конечно же, любовь к Богу, она так же неудержима смертью, то есть Бог нас любит, и мы, если любим Бога, то нас уже ничто не может разделить, это апостолы говорят. Конечно же, праведность, благочестивость, праведность – это любовь к людям, то есть никому не навредил, никому не сделал плохого, праведен, праведно жил. А благочестие – это, значит, мир с Богом и любовь к Богу, потому что он честь свою, то есть совесть сохранил в чистоте. И это все совокупляется вместе, совмещается с тем, что каждый человек спасается двумя такими основными добродетелями – это милосердием и покаянием. Даже если вот посмотреть на стену Иерусалима, которая обращена к Елеонской горе, там есть заложенные врата, золотые врата, через которые Господь входил на осляти, вот из праздника «Вход Господний Иерусалим». Вот в эти врата входил Господь, но они заложены, и сейчас через них уже никто не может пройти. Так вот они из двух арочек сделаны. Святые отцы говорят, что первая арка – это милосердие, вторая арочка – это покаяние. Вот через какую арку мы войдем в Царствие Божие, это уже каждому из нас выбирать, но главное, чтобы одна из них у нас была, хотя бы одна из этих добродетелей. Это то, что нам даст мирную, спокойную кончину. На полминуточки вам заключенное слово. Поздравляю с праздником Сретения Господня. Желаю, чтобы эта встреча с Богом была не только в этот праздник, но и ежедневная встреча была. Как Семен Богопримис ждал каждый день, так и мы должны ждать каждый день встречи с Господом. Только тогда мы будем избегать греха, и тогда будем жить с любовью, с благочестием Господу. Поэтому ждите Господа всегда, везде и всюду, и молитесь Ему. И помогай нам, Господь. Да. Праздником. На сегодня все. До свидания. До свидания.